Девушки отдыхают Кухонная студия «Мария» в Абакане на Чертыгашево, 135А, торговый центр «Декорум». «Мария», когда кухня в радость. Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне», передача, в которой мы готовим простые, доступные и, главное, очень вкусные блюда. Друзья, в своих рецептах я всегда стараюсь делать так, чтобы время, проведенное на кухне, было, так скажем, минимизировано, чтобы я понимаю, что у нас у всех мало свободного времени и хочется достичь максимального результата. И, знаете, сегодня именно такой рецепт, и причем из доступных продуктов. Смотрите, у меня на столе на самом деле продукты все доступные, и, знаете, сегодня в слово «доступные» я вкладываю несколько другой смысл. Дело в том, что я не ходил в магазин для того, чтобы их приобрести. Мне нужно было просто дойти до компьютера, набрать адрес интернет-гипермаркета и выбрать то, что мне нужно. Надо сказать, я впервые покупал продукты таким образом, и, знаете, что я вам скажу? Это на самом деле удобно. Мне не надо было никуда ехать, ходить вдоль бесконечных стеллажей и стоять в очереди. Удобная навигация интернет-гипермаркета «Полка» позволяет максимально быстро найти нужный продукт или товар и отправить его в корзину. В течение трех часов пакет с продуктами сам приезжает ко мне домой, мне остается лишь за него рассчитаться и приступить к приготовлению. Оплатить, кстати, можно как наличным, так и безналичным расчетом. Оставить заявку на сайте можно в любое время суток. И знаете, что мне еще понравилось? Мне понравилось то, что таким образом я не купил ничего ненужного. Мне привезли ровно то, что пригодится для рецепта. Итак, сегодня мы готовим курицу. И знаете что? Мы курицу будем готовить в горшочках. Это, наверное, один из любимых способов приготовления наших хозяек и хозяев. Это считается, в общем-то, праздничным блюдом. Мы привыкли готовить в горшочках мясо, жаркое как-то, можно сказать. Но мы сегодня сделаем немножко другой рецепт. Это будет куриная голень в сливочном нежном соусе. Давайте приступим. Начнем мы с заготовок. Это куриная голень. Я срежу вот эти вот пяточки, они не понадобятся, и переложу в глубокую посуду. Вообще в этом рецепте, как говорится, движухи минимум. Он состоит из двух этапов. Это подготовка курицы и приготовление соуса, в котором она будет запекаться. Смотрите, курочку нарезали, и мы ее сейчас, так скажем, слегка замаринуем. Я возьму душистый перец именно для курочки, потому что черный он немножко слабоват запахом. И здесь у меня сушеный чеснок, знаете, продается такой. Немножко мускатного ореха для аромата соль. И чуть-чуть маслица, чтобы все это дело заработало, пропиталось. Перемешиваем. И дадим постоять, ну, минут 15, в принципе, этого будет достаточно. И вторая заготовка состоит в том, что мы сделаем пассеровку для соуса, в котором будет курица запекаться. Мы обжарим муку. Существует два вида пассеровки муки, вы знаете, да, есть пассеровка с жиром, с маслом. И сухая пассеровка, вот именно мы такую и сделаем. Здесь у меня разогревается сковородочка, положу в нее, ну, наверное, 4 столовые ложки муки высшего сорта. Хотя, в принципе, вот, наверное, 3 столовые ложки с горочкой. И сейчас начнем ее поджаривать. Здесь, друзья, встает вопрос, до какой степени ее нужно поджаривать. По цвету сориентирую вас, цвет должен быть такой слегка кремовый, а по запаху, запах должен быть ореховый. Вот, собственно, этим самым мы и придадим соусу необыкновенный вкус, такой более насыщенный. Потому что, когда мы пассеруем муку в масле, то она, в общем-то, не успевает поджариваться. И, ну, это уже такая другая немножко история. Для нас сейчас вот в данном рецепте очень важно, какой будет соус по насыщенности. Вот, поэтому мы сейчас очень аккуратно будем ее поджаривать. Если вы вдруг что-то где-то сожгете, друзья, все, муку можете смело высыпать. Это уже все. До свидания. Поэтому не нужно снисходительно относиться к данной операции, все должно быть под контролем. Вот уже начинается ореховый аромат. И сейчас будем ждать, когда мука приобретет кремовый оттенок. Просто понимаете, в чем еще плюс такой пассеровки? Так он в том, что мука подсыхает, из нее выходит лишняя влага. И когда мы ее добавляем в жидкий соус, она моментально, моментально все это обратно впитывает. И моментально соус начинает густеть. То есть не получается никаких комочков, как это вот часто бывает. Что если комочки, это все тоже соус уже, значит, не удался. Вот пошел дымок. Это означает то, что мы должны интенсивно помешивать муку. И вот она быстро-быстро начинает менять цвет. Главное не проворонить свое счастье. Все, друзья, смотрите. Я сковородочку ставлю уже другую на плиту. Обратите внимание, какой цвет получается у муки. Вот он, тот самый кремовый оттенок. Я не знаю, насколько он вам виден по вашему телевизору, через сигнал, который проходит много-много километров. Но надеюсь, что вам видно, какой должен быть цвет. Я сразу же, чтобы мука дальше уже не поджаривалась, в тарелочку. И оставляю дожидаться своего часа. Далее, здесь уже сковородочка нагревается. Я беру сливочное масло. И, естественно, я думаю, вы догадались, что мы будем сейчас обжаривать курицу. Вам покажется странным, что я курицу буду обжаривать именно на сливочном масле. Я, конечно, чуть-чуть оливкового добавлю, чтобы сливочное масло не сильно горело. Но дело в том, что соус, как основа этого рецепта, будет сливочный. Он будет на молоке и на сливочном масле. Поэтому здесь это все должно пересекаться. Это раз и два. Курица на сливочном масле быстрее даст корочку. Нам это надо. Выкладываем куриную голень. И наша задача сейчас обжарить до румяной корочки. Вот обратите внимание, буквально минуткой уже появляется корочка. Это все из-за сливочного масла, потому что температура горения у него гораздо ниже. Она быстрее нагревается, быстрее создает корочку. Я думаю, что мы по два раза, наверное, перевернем, чтобы курица все-таки равномерно обжаривалась. Видите, какая красивая получается? И уже ароматная. Ну, курица. Мели вам говорить, как пахнет жареная курица. Да еще и с чесночком. Все, друзья. Перекладываем курицу обратно в чашу. Процесс ее приготовления, конечно, на этом не завершается. Впереди еще много интересного. Я ее сейчас затяну пленочкой, чтобы не выходили из нее ароматы и жар. Она, в принципе, будет еще стоять и доготавливаться. Пока это происходит, я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Потом обязательно возвращаемся, и я покажу, как сделать этот вкуснейший соус. Особенный. Специально для вас. Любой торт на заказ. Узнайте как на сайте тортобакан.ру Или звоните 321-201. Вы, несомненно, будете рады, когда в вашем доме появится она. Изящные и безупречные формы. Тонкий шарм. Легкий характер. Мария. Когда кухня в радость. Чертогашево, 135А. Мебельный центр. Декорум. Ну что, друзья. Очень рад, что вы продолжаете смотреть нашу передачу. И тем более, что у нас впереди все самое интересное. Сегодня мы готовим курицу в горшочках в нежном сливочном соусе. Курочку мы уже предварительно чуть-чуть помариновали. Обжарили в сливочном масле. Получили хорошую, красивую золотистую корочку. Накрыли пленочкой и поставили немножко отдохнуть, так скажем. Ну и давайте переходить уже к соусу. Что могу сказать про соус? Ну, помните, да, мы сделали такую сухую пассеровку муки. Вот она, такого кремового цвета, красивого. У нее очень вкусный запах ореховый. И для загустения соуса это самое то. Что еще идет в этот соус? Идет молоко. Сейчас знатные кулинары сразу поняли, что, наверное, он говорит про соус бешамель. Так оно и есть, друзья. Но чуть-чуть, чуть-чуть с небольшими добавками. А именно, это лук и это грибы. Давайте начнем с того, что нашинкуем лучок. Я не буду сильно мелко его рубить. Потому что у нас соус идет не для украшения, не для поливки готового блюда. А в нем будет курица тушиться. Поэтому можно себе позволить, как скажем, схалявить маленечко и порубить не сильно мелко. Три вот такие небольшие луковочки будет достаточно. Что касается грибов, друзья, то шампиньоны я вам не советую промывать водой. А лучше их вот это вот, если у вас такие вот с каким-то небольшим таким налетом, их просто вот так легко можно почистить. Дело в том, что если вы будете их промывать под водой, то они как губка напитают себя много лишнего. И потом вы замучаетесь эту воду выпаривать из них. Поэтому достаточно вот счистить такие вот самые некрасивые, если они есть, места. И этим ограничиться. И, в общем-то, все. Грибы я тоже не буду нарезать мелко. Пусть кусочки грибов будут в соусе. Их тоже приятно кушать. Прямо вот такими кубиками. Для соуса всегда масла надо брать побольше, приблизительно 100 грамм, наверное, даже. Сильно масло нагревать не нужно, потому что нам категорически не обязательно лук поджаривать, чтобы он менял цвет. Нам нужно, чтобы он просто стал таким прозрачным. Немножко лук поджарили. Берем грибы. Перекладываем в сковородочку. Сейчас грибы начнут выделять воду. И мы постараемся всю ее выпарить. Пошел приятный грибной аромат. И нам нужно его актуализировать с помощью молотого перца. И чуть-чуть добавим мускатного ореха. Он очень хорошо работает с грибами. Все, друзья, вот смотрите, лучок начинает уже становиться очень мягким и прозрачным. Грибочки уменьшились в размере. До конца доводить до готовности их не нужно, потому что впереди у них еще такое довольно-таки длительное будущее. Берем пассерованную муку и добавляем в лук с грибами. И начинаем потихонечку добавлять молоко. Вот так, частями, помешивая. Моментально соус начинает густеть. Вот эта операция, наверное, самая сложная в приготовлении соуса. Но, знаете, если все правильно сделать, то никаких проблем не будет. Все хорошо разводится постепенно. Никаких комков нет. Сейчас мы просто-напросто регулируем консистенцию соуса. Он не должен быть слишком густым. Даже немножко более жидкий, чем мы привыкли. Потому что он еще у нас пойдет в горшочки и будет там запекаться. И вот, смотрите, вот он такой еще слегка жиденький. Литр молока. Ушел на этот соус. Сейчас нам нужно довести до кипения, затем довести до вкуса. И соус будет готов. А пока соус закипает, нужно позаботиться о цвете соуса. Вы видели, да, что он такой какой-то серенький слегка. Не очень привлекательный. Поэтому любая зелень, какую вы любите, прекрасно его немножко развеселит, так скажем. Я нарублю петрушечку, чтобы петрушечка она хорошо освежает. Смесь с ножками нарублю. Тоже не сильно мелко. Вот соус закипел. Выкладываем в него петрушечку. Перемешиваем. И вот уже все намного веселее и как-то оптимистичнее, друзья. Смотрите, как хорошо получается. Сейчас давайте доведем до вкуса. Мы еще ни разу ничего не солили, кроме курицы. Две щепотки соли и, наверное, столовую ложку сахара. Я положу. Можно убавлять, даже выключать. Жара от сковородки вполне достаточно, чтобы все у нас здесь растворилось и перемешалось. Все. Снимаем наш густой соус с плиты. И давайте вспомним про горшочки. Вот они. В горшочке я также положу на кончики ложки сливочное масло. Вот так вот его равномерно распределю по горшочку. Чтобы, не дай бог, чего там не прикипело, не пригорело. Потому что сливочное масло горит невкусно. Теперь что мы делаем? Мы берем курочку и выкладываем в горшочке. Вот она постояла с чесночком. Вы знаете, какой аромат? Нереально просто вкусно. Ну и теперь, как вы уже догадались, мы будем заливать курицу соусом. Сливочным грибным соусом. Вот как я подгадал по количеству. Ну и, собственно, венцом приготовления данного блюда будет тесто. И тесто, друзья, я возьму не то, как мы привыкли обычно брать тесто для горшочков, да, или сами, там просто воду с мукой, там как-то, я беру хорошее тесто. Это очень важно. Хорошее, слоеное, дрожжевое тесто. Потому что я планирую его кушать вместе с этим блюдом. Разделим на три части. Я не буду ничего раскатывать. Я просто сделаю лепешки. И накрою сверху каждый горшочек. И вот, собственно, ребята, все. Что я могу сказать? Потратили буквально от силы час, наверное, да, если вырезать все вот эти вот... Не вырезать, точнее, все эфирное время. От силы час я потратил на мое участие в приготовлении этого рецепта. Я убираю горшочки в духовку. Температура в духовке 160 градусов. Я думаю, приблизительно полчасика, и все приготовится. Давайте ненадолго прервемся. Потом возвращайтесь обязательно, мы посмотрим, что у нас получилось. Я еще покажу быстрый рецепт закуски из огурцов. Осенью и зимой особенно хочется чего-нибудь согревающего. Кофе-бар «Сладкарница» приглашает вас на открытие сезона горячих напитков. Безалкогольные пряные глинтрейные пунши на любой вкус. Попробуйте сладкие новинки сезона. Шоколадный чизкейк из итальянского сливочного сыра маскарпоне, а также очень необычные по-настоящему зимние слойки с тыквой. Дуэты творога, яблока и тыквы не оставят вас равнодушными. Для любителей кофе – новый комплимент. Кофейные зерна в шоколаде. Согревайтесь осенью вместе со сладкарницей. Кухня Мария в Абакане. Каждому заказавшему кухню дарим подарок. Торговый центр «Декорум». Чертыгашево, 135А. Торговый центр «Премьер». Шевченко, 86. Мария. Когда кухня в радость. Друзья, ну что, мы уже, в общем-то, пододвигаемся потихонечку к завершению сегодняшней передачи. У нас уже в духовке стоит в горшочках курица и запекается в нежном сливочном соусе. Ну, что могу сказать по поводу этого рецепта? Ну, с точки зрения диеты для похудения, этот рецепт, конечно, наверняка спорный. Но, тем не менее, думаю, что иногда позволить себе такую курочку можно. И он получается такой сливочный, такой нежный. И вот, знаете, мне кажется, хорошо бы вот под такое блюдо чем-нибудь хрустнуть. Например, хорошим, свежим, хрустящим огурчиком. Давайте я вам покажу быстренько, как сделать из огурца интересную такую закуску. Тут еще надо сказать, друзья, что выбором огурцов мы в это время года с вами не обделены. Но у меня есть собственные критерии. Во-первых, это вот такая упаковка. И не просто прозрачная пленка, а упаковка с важной для потребителя информацией. Здесь написан ГОСТ, по которому огурец был выращен. Кстати, именно благодаря упаковке, а не разного рода химическим добавкам, эти огурцы прекрасно хранятся. То есть надолго сохраняют свою сочность, аромат. И надолго остаются хрустящими, что нам с вами сегодня и нужно. Тепличный комплекс «Воскресенский». Это аромат лета на вашем столе. Смотрите, я нарезал огурчики вот такими вот брусочками и перекладываю в кастрюльку. Вот. И теперь мы сделаем такую закуску в восточном стиле. Что это значит? Это значит, что это будет нечто острое. Чесночок мы также, как делают на Востоке, раздавили, порезали. Ну, два зубчика, наверное, будет достаточно. Перекладываем к огурцам. И дальше, так, как говорится, по накатанной. Добавляем душистый перчик. Тот самый перец, который мы обычно добавляем в огурцы, когда их засаливаем или маринуем, да. Добавляем немножечко горчички острой. Пол чайной ложки. И сейчас очень интересный ингредиент. Внимание, добавляем чайную ложку меда. А вы не пробовали в детстве огурцы свежие с медом? А вот я ел. Берем пол чайной ложки бальзамического уксуса. Можете взять винный, в принципе. И соевый соус. Соевого соуса вместо соли, то есть щедро. Далее мы возьмем немножко оливкового масла. Ну, если у вас есть кунжутное, это будет еще лучше. Для остроты я возьму вот такой соус, который называется табаско. С ним шутить не советую. Буквально 4 капли будет достаточно. Накрываю теперь это все дело крышкой. И делаю вот так. Перемешали. И последнее, что мы добавим, это семена кунжута. И еще раз хорошо свихнем. Сейчас маринад максимально быстро впитается в огурчики. Я возьму тарелочку и переложу эти огурчики в нее. Буквально 3 минуты и, собственно, все, друзья. Вот такая остренькая, быстренькая, ароматная закусочка. Я думаю, к нашей сегодняшней курице, запеченной в горшочках, будет в самый раз. Ну что, давайте доставать. У нас все хорошо здесь. Один достанем. Эти мы уже выключаем. Так, ну и давайте скрывать. Вот она, наша шапочка. Обратите внимание, как здесь обстоят дела внутри. И что я, собственно, предлагаю? Как я предлагаю подать это дело? Смотрите, вот у нас эта шапочка. Мне она лично напоминает тарелочку. Я ее тарелочку положу в тарелочку. Возьму вилочку. И достану курочку. И положу ее вот сюда. И, естественно, как говорится, мгновенно вот эту штучку. Согласитесь? По-моему, довольно-таки интересный вариант, что движений-то практически ноль. Самое главное сделать соус, поджарить курочку. И мы что имеем? Мы имеем вполне себе блюдо, которое великолепно подойдет для хорошего праздничного ужина и для приема гостей. Очень довольно необычно выглядит. Ну, красота же, по-моему, просто великолепна. Друзья, я надеюсь, что в эти холодные осенние вечера сегодняшний рецепт поможет вам скрасить хороший семейный ужин. Ну, а если находиться дома не входит в ваши планы, то кондитерский дом «Сладкарница» приглашает вас к себе на сезон горячих напитков. Всевозможные безалкогольные пунши и глинтвейны согреют вас и поднимут настроение. Ну и, конечно, огромный выбор десертов и выпечки помогут вам провести время со вкусом. Например, вот такая новинка – по-настоящему осенние слойки с тыквой, яблоком и творогом, сделанные только из натуральных и свежих продуктов. Кондитерский дом «Сладкарница» ждет вас в гости. Ну, а на сегодня это все, дорогие друзья. Если вы чего-то не запомнили, то сегодня вечером на канале «Россия-24» наша передача обязательно повторится. Произойдет это в 19.00. Ну, а если вы хотите чего-то большего, то я приглашаю вас в нашу группу «Водноклассники». Заходите на сайт, набираете в поисковике «Муж на кухне» и присоединяйтесь к нашей группе. Там вы можете задавать вопросы, обсуждать рецепты, рецепты же эти смотреть, смотреть видео из прошлых выпусков нашей передачи. Ну и, разумеется, на самой стене можете писать свои рецепты, и, возможно, какой-то из них я попытаюсь воспроизвести у себя на кухне. Ну, а мы с вами встретимся в следующую субботу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok